Да, Павел, тут все просто, как это обычно бывает, заблудились. Уехали в сторону от Саратова, ну и как признали сами путешественники, их навигатор периодически дает сбой, поэтому и пришлось сделать круг. Но несмотря даже на многочасовое опоздание, Митсу Мобиль, таки уже в Саратове. Поехали, дальше они начались там наверх-вниз, наверх-вниз, короче, оказались вдруг напротив какое-то болото, лужа такая большая. Подумали, вроде бы мы на танке, танк может и по лужам ехать. Но сдали назад и поехали в лужу, и оказалось, это танк, он есть, но танк света, не танк для болотов. Этот Митсу Мобиль, или как его еще называют, Митсу Танк, один из четырех передвижных синагог, которые колесят сегодня по стране. Всего в списке около 80 городов молодые раввины посещают еврейские общины, ездят по улицам, встречаются с евреями. Также в Мобильной синагоге можно приобрести различные иудейские книги и атрибутику. Ну и уже вечером в Большой синагоге встретятся со всеми желающими. Есть города, большие города, мы встаем в центральной площади, там ищем евреев и находим очень много. Мы стояли в Сочи, там нашли более 20 евреев, которые даже не знали, что они евреи. Потому что иногда люди думают, что если мама была еврейка, а папа русская, значит они не евреи. В салоне Митцевой Мобиле есть все, чтобы с комфортом колесить по городам. Туалет, телевизор, холодильник, даже душ. И в принципе этого достаточно, чтобы не пользоваться гостиницами. Живут раввины прямо в машине. И уже завтра ночью синагога на колесах отправится в Пензу. Как шутят сами путешественники, теперь-то они уж точно не заблудятся. Дорога-то прямая до Пензы. Павел.